Приветствую вас, дорогие друзья, приветствую организаторов этого мероприятия и всех участников уважаемых. Да, я представляю Международный Союз Церквей Евангельских Христиан Баптиста. Наши церкви имеют богатый опыт гонений в советский период, и право на молитву нам дано самим Богом, и мы не готовы его кому-то отдавать. Наши церкви собирались и в лесах, и в полях, и на других природных ландшафтах тогда, когда были гонения. Поэтому с таким опытом из советского периода мы перешли, скажем так, в новое время. Что на сегодняшний день? В целом мы удовлетворительно оцениваем ситуацию со свободой совести в нашей стране, в России, не без исключения каких-то, конечно же, таких вот эксцессов. В этом году у нас возникла болевая точка в городе Архангельске, связанная с домом, со зданием, в котором собирается местная община, входящая в наш союз. Значит, некие силы путем судебных решений, через судебные решения, которые, на наш взгляд, были весьма незаконны и тенденциозны, значит, такое решение было вынесено о демонтаже части дома, в которой собиралась церковь. То есть это при наличии всех правоустанавливающих документов. Это было осуществлено, то есть осуществлен был демонтаж. Это решение судебное, значит, осуществилось. И такая вынужденная реконструкция состоялась, которую сейчас нужно как-то узаконить. Но поскольку красные линии были в период уже существования этого здания передвинуты, то выглядит весьма проблематичным этот вопрос, то есть то, что это здание вновь будет зарегистрировано. Поэтому на таком сейчас очень неопределенном моменте все зависло. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация в Архангельске у нас. Ну вот это такая краткая информация по поводу одной из таких вот напряженных мест в нашем братстве, в нашем союзе церквей. Более того, в Анапе, в городе Анапе у нас, опять-таки, решением суда запрещена деятельность религиозной группы, которая собиралась по определенному адресу. Это беспрецедентное решение, то есть то, с чем мы сталкиваемся впервые в настоящее время. Значит, вторая инстанция судебная утвердила решение первой инстанции. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Да, это те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике. Но мы стараемся наше право на молитву как-то адаптировать в правовое поле, насколько это возможно. Конечно, разумно очень действовать в правовом поле и отстаивать свои права. Мы это делаем и сотрудничаем, в том числе, в некоторых вопросах, в частности, по Архангельску с Славянским правовым центром. Это правильно. Ну, вот такая наша позиция. То есть, насколько возможно отстаивать наше право христианское на осуществление своей веры, в том числе и коллективной, право на молитву, право на собрание. Насколько это возможно, мы отстаиваем в правовом поле. Ну, а все-таки мы оставляем за собой право действовать в свободе духовной, как это происходило в советский период. То есть, другими словами, базой, базой, ну, как бы, в нашем понимании являются слова апостолов. Бога нужно слушаться больше, нежели человек. Бога нужно слушаться больше, нежели человек. Бога нужно слушаться больше, нежели человек. Продолжение следует...